почему я не дал ученикам школы некоторым заниматься про заниматься чтением моих ступеней я могу вам рассказать все это идет от того как я это все развивал моей жизни был бизнес я удачливый бизнесмен был есть и буду меня поцеловал бог в жизни знаете самого детства я умею к радости своей зарабатывать деньги везет мне в этом ну и занимался бизнесом всегда успешно и когда я решил преподавать эзотерическую школу то я это не делал для того чтобы зарабатывать на ней деньги нет не делал я преподавал в киевомогилянской академии бесплатно я преподавал бесплатно сам снимая помещение и делал это в офисе и много-много очень много людей прошли мои ступени и мои семинары и так далее и за это ничего не платили я не собирал никаких денег никак просто я искал себе друзей я после этого встречался с этими людьми вместе с ними занимался почему сам с собой не позанимаешься и я этих людей ни к чему не обязывал мы встречались периодически пили чай влюблялись дружили по сей день все эти люди они близкие мои знакомые мы в хороших отношениях там со здоровьем у меня были проблемы сам бы я себя не заставил это делать но у меня был плюс у меня были деньги и у меня был плюс я умел зарабатывать деньги и я это делал не для заработка у многих учеников школы которые приходили ко мне говорили можно я буду преподавать эзотерическую школу кайлас я говорил какой у вас бизнес и человек говорит нет у меня бизнеса я хочу чтобы моим бизнесом была школа нет так нельзя почему эзотерика не должна быть бизнесом она должна быть элементом которые в дальнейшем возможно будет работать как бизнес но не должен занимать часть или основную часть жизни это одно из условий которые я ставил на первое место для своих учеников были ли у меня такие ученики конечно были люди которые имели свой бизнес они приходили и говорили можно ли мне преподавать школа говорил можно преподавать они занимались бизнесом преподавали потом перестали преподавать почему зачем и это уже второй путь какой второй путь потому что второй путь заключается вот в чем когда человек начинает преподавать и у него есть свой бизнес то бизнес улучшается а преподавание в тягость и в этот момент должна включиться третья идея которая называется любовь и милосердие к людям которым нуждаются в том что ты умеешь делать хорошо и вот эта любовь и милосердие в том что ты умеешь делать хорошо и в том что у тебя получилось ты должен это проявить по отношению к людям иногда в ущерб себе это своего рода как жертвоприношение которое совершил иисус христос и спас людей точно так же человек в жертву себя ложит то есть тебя получается ты сталкиваешься с тем что тебе не выгодно неинтересно и не хочется с людьми работать потому что у тебя бизнес и там все у тебя получается в жизни но ты идешь к этим людям это твоя жертва ты себя преподносишь почему паша твоя задача все-таки отдать или помочь или сделать так чтобы было это элементом милосердия вот так это все работает понимаете это своего рода еще один такой цикл но по поводу людей которые выбирают эзотерику и и преподают и это является основным видом их бизнеса ну что ж бывает и такое но к сожалению это не обо мне